За последние три года в школы города и области начали активно приходить молодые учителя, отмечает в региональном министерстве образования. В сентябре 2013 года 132 начинающих специалиста переступили порог школ. Стоит отметить, более 20% из них уехали работать в село. В 35-й школе областной столицы работают сразу два молодых преподавателя. Инна Купоросова, учитель английского языка, и Александр Кутузов, учитель истории. Очень хорошо, когда педагог не сильно старше учеников самих, потому что мы находим очень близкий контакт, мы постоянно на одной волне с ними. Инна Викторовна, она легко находит подход к каждому из нас, она веселая, активная, каждый урок с ней интересный, необычный, получаем новые знания, получаем положительные эмоции и только удовольствие от учебы. Я хочу в дальнейшем пойти по пути Инны Викторовны и тоже стать учителем. Большая поддержка оказывается со стороны администрации нашей школы, а также со стороны Министерства образования, потому что в 2012 году у нас было оборудовано полностью место молодого специалиста. В последнем условии техники у нас есть доска, которую мы на каждом уроке пользуемся, осваиваем, дети стараются ее также осваивать. Большая поддержка оказывается со стороны также администрации школы, со стороны опытных наших старших коллег, мастеров уже своего дела. Примечательно, что на базе 35-й школы при поддержке Института усовершенствования учителей и Минобразования работает инновационная площадка для молодых педагогов. Возглавляет это сообщество Александр Кутузов. Проводятся различные организационные собрания. Вот на базе 35-й школы проводится стажерская площадка, куда молодые педагоги собираются и здесь для них показывают уже опытные учителя свои мастер-классы. Как пояснили в Министерстве образования, приток молодых специалистов не случайен. Сегодня реализуется указ президента, по которому зарплата учителя не должна быть ниже, чем средняя по региону. Также молодым специалистам в течение первых трех лет работы выплачивается доплата 50% от ежемесячного оклада и так называемые стимулирующие выплаты. Но это не единственное, что было сделано. Очень важно было решить вопросы, которые помогали бы нашим молодым учителям приобретать жилье. Правительством Тверской области было издано постановление об ипотечном кредитовании молодых педагогов. Во-первых, процент ипотечного кредита составляет 8,5. Второе, то, что первоначальную сумму, которая найдет на первоначальный взнос, молодой специалист получает за счет средств федерального и областного бюджета. Постановление о льготах молодым специалистам находится в открытом доступе на сайте правительства области. Наряду с правами и привилегиями документ увеличивает и степень ответственности начинающих преподавателей. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, нужно выполнить ряд условий. Они касаются стажа работы и качества преподавания. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!